Вот скажите, соответствуют ли действительности утверждения, которые были в прессе о том, будто президент Украины рассчитывал на какую-то встречу в Израиле на полях вот этого вот международного форума памяти жертв Холокоста. — И не пошел туда, потому что знал, что встреча не состоится, а не потому, что хотел поделиться своими местами с уцелевшими даже жертвами Холокоста. — Нет, это неправда. Дело в том, что, ну, смотрите, звучит нелогично, да, то есть мы были в Давосе, после Давоса, причем достаточно такой интенсивный был график, после Давоса мы вылетели в Тель-Авив. — Ну, наверное, смешно выглядит, да, лететь, приняв решение еще до, там, идти или не идти. Президент ехал, президент был намерен присутствовать, для него это очень важно. — И действительно, когда мы, скажем, были и в самолете, да, была возможность там ознакомиться и с прессой, и с новостями, очень много было в израильской прессе информации относительно того, что многие действительно реально выжившие. — А ведь самые главные люди во всей этой трагедии — это люди, которые смогли выжить, проявили чудеса, там, и героизма, и выносливости, и смелости. — И когда президент об этом узнал, то он, независимо ни от каких факторов, принял решение, что, ну, я хочу, чтобы эти люди, которые заслужили быть там, ведь это же все эти церемонии, они для этих людей. — Поэтому у него было однозначное решение, он мне поручил, я информировал руководство Ядвашема, вот, причем это произошло практически через час после нашего приземления. — О том, что написал господин Ушаков по поводу того, что запрашивалась встреча, ну, это тоже не соответствует действительности, и никаких ни запросов официальных со стороны Министерства иностранных дел или офиса президента не поступало. — А вы не пытались проверить потом, достались ли ваши места уцелевшим в Холокосте? — Я попросил руководство Ядвашема, я спросил, как это будет выглядеть, вот, и как потом выяснилось, что у них были списки людей, которые хотели, как бы, попасть. Я точно не могу вам сказать, кто лично, кто, как бы, персонально смог попасть на наши места, но по моей информации это действительно было передано тем людям, которые... — Ну вот, на прошлой неделе музей Ядвашем выступил со специальным заявлением, в котором принес извинения за то, что во время той самой церемонии были показаны некие видеоматериалы. — Понятно, речь шла о видеоматериалах, которыми сопровождалось выступление Владимира Путина, а в нем ничего не было сказано про пакт Молотова-Риббентропа, про раздел Польши и так далее. — Про неприятные, скажем, моменты истории Второй мировой войны, которые, как вы, наверное, знаете, Владимир Владимирович Путин сейчас пытается всячески оправдать. — Вот роль сталинского режима в развязывании Второй мировой войны — это больное место сейчас для Российской Федерации, потому что снято табу на эту тему, и, конечно же, ее обсуждение в некотором смысле наносит урон исторической репутации Советского Союза. — Ну а Путин, как известно, сделал выбор. Все, что относится к славным страницам советской истории, это наше. И вот на мой взгляд, мне интересно ваше мнение, что то заявление, с которым уже через несколько дней после форума в Израиле президент выступил в Аушвице, это в некотором смысле удар, мне кажется, в самое больное место Владимира Владимировича. Нет? — Нет. Я могу вам сказать так. Во-первых, а. Мое мнение. За вот этими всеми политическими заявлениями, политическими разборками, очень важно, и я знаю, что и президент разделяет эту позицию, очень важно не забыть и его поступок в Израиле, свидетельство именно тому, что очень важно не забыть об этих людях. Их не осталось не так много, и вот на ужине в Кракове как раз это было большое счастье увидеть этих живых, там их было больше ста человек, людей, которые съехались со всего мира, которые прошли через весь этот ужас. Я вам могу сказать одно, что то, как преподнесла эта российская пресса, российские средства массовой информации, тоже не совсем соответствует действительности. То есть они увидели там то, что захотели почему-то увидеть. Есть четкая распечатка того, что сказал президент. Он говорил о тоталитарных режимах. — Сталинский режим был вполне себе тоталитарным. — Ну, смотрите, то есть есть, я могу руководствоваться и беру за факт непосредственно то, что сказал президент. И из того, что, так сказать, из этого попытались раздуть, я думаю, это, ну, скажем так, очередная попытка сделать сенсацию на ровном месте. Поэтому наша позиция заключается в следующем, и это четко было донесено президентом в его выступлениях и заявлениях. Первое — это уважение и память о тех людях, уважение тем людям, которые выжили, память о тех людях, которые погибли. И человечество должно сделать и политике, в первую очередь, все, чтобы это никогда не повторилось. И второе — это то, что очень важно, чтобы вклад Украины во время Второй мировой войны, а мы потеряли огромное количество людей, каждый четвертый еврей, который погиб, он был с Украины. Мне кажется, за последние годы немножко это, конечно, в этом есть и наша вина, и есть вина нашей дипломатии и политиков, что мы на разных площадках мировых не отстаивали эту позицию. Так вот, пришло время сегодня говорить о том, что Украина — это страна, которая сыграла огромную роль, которая принесла огромные жертвы. Об этом не нужно забывать. И поэтому я думаю, что наша команда сделает очень много для того, чтобы вклад в Украину был сегодня действительно достойно отмечен.